Приветствую всех на канале GamePortal42. Продолжаем играть в игру Hawk Freedom Squadron и это вторая глава Судьба Победителей. Куда мы летим? Разве война не закончилась? Война-то закончилась, но до мира далеко. Не волнуйся, мы просто патрулируем. У меня плохое предчувствие. Итак, мы победили автократа, но на этом война не закончилась. Потому что осталась разрушенная Империя, разрушенная Труксия и Вердия, которая пытается отстроить себя. В общем, вокруг беспорядки, куча бандитов, куча разбоя. И мы нашли какой-то отряд сопротивления, который с нами воюет. Сейчас узнаем, что же это такое происходит. Я играю самолетом Секира И два у меня новых Бра-Бота Шмель и Опасность Просто хочу посмотреть, как они в действии. Миссия у нас 121. Пока летим, ничего такого по сюжету не происходит. Разве что, ну, воюем. Воюем, уворачиваемся от ракет, от лазеров вражеских. Пока все под контролем. Благодарю, что прилетели. Нам очень нужно подкрепление. Ах ты! Я знал! Что стряслось? Гражданская война между осколками бывшей Атроксии. Я надеялся, они устали воевать. Если бы. Так, значит, Красная Королева, она в прошлый раз была самым главным генералом у Автократа. Сейчас она пытается, скорее всего, она возглавляла какую-то свою отдельную страну. Сейчас она пытается ее восстановить. Кто ваш враг? Не узнаю эти эмблемы. Помните Стилета? Корчит из себя нового Автократа. Этот клоун? Не может быть. Увы, этот клоун знает, как завладеть аудиторией. Ну так давайте сорвем ему шоу. Вот Стилет сюрприз нам предоставил. Я говорил в прошлых видео, что этот парень мне понравился. Он, оказывается, такой амбициозный парень. Он теперь пытается новую революцию сделать. Новую страну на осколках Атроксии построить. Ну и с Красной Королевой у них конфликт и сопротивление. Красная Королева подумалась, что война это плохо. Хочет теперь свою страну восстановить. А тут Стилет на них нападает. Ну, теперь мы с Красной Королевой на одной стороне. У нас много новых врагов. С интересной логикой. Ну, всех мы их победим, конечно же. Миссия 122 пройдена. Будем приступать к 123-й. Слава Стилету! Слава Нео Атроксии! Ого! Вы опять купились на те же фокусы? Некоторые люди не желают учиться. Ничего, мы им сейчас урок наподдадим. Значит, Атроксийский Ас. Он теперь перешел на сторону Стилета. И воюет теперь дальше за Стилета. За Нео Атроксию новую псевдо-страну, которой пока нет. Да, у корабли, конечно, какая-то, только что летающий шкаф какой-то, только что был. Воображение, конечно, у Стилета и его инженеров очень необычное. Ну, а мне что? Мне главное, чтобы побольше монет выпало, потому что надо улучшать самолеты, надо улучшать бработов. А на это нужно золото. У меня очень мало жизней. Надо успеть долететь до финала. Продолжение следует... Пройдена миссия 123. Приступаем к 124. Здесь у нас будет какой-то босс. Интересно, как эти танки, которые ездят нам по земле, умудряются по мне стрелять? Ведь я в воздухе. Хотя какими-то ракетами самонаводящимися могут это делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, старый друг, теперь мы с тобой враги. Боюсь, что так. Так, полковник Дум, который был когда-то нашим врагом, также перешел на сторону стилета, и сейчас вот мы с ним воюем. Это был в первой главе, был босс первой десятки. А сейчас это промежуточный ас получается. Я знаю, какой сложности тогда должны быть уровни здесь. Если боссы первой части здесь, как атроксийские асы обычные летают. Сложновато. У него больше жизней и больше всяких суперспособностей. О, потерял одну жизнь. Я для битвы с этим боссом брал мушкетера, чтобы воскрешать себя. Тебе пора на пенсию. Нет, моя госпожа, солдату нужна война. Что тебе нужно? Так это красивые похороны. Умереть от руки Красной Королевы для меня честь. Вот так вот. Ну, я думаю, он не умер. Тут такие боссы, что они каждый раз остаются из пепла, и мы встречаем их в наших прохождениях вновь и вновь. Итак, приступаем к миссии. 125. Вперед. Умереть от руки Красной Королевы для меня. Комиссия. Умереть от руки Красной Королевы для меня. подтормознула чуть игра только что такое иногда бывает очень редко все-таки хорошая оптимизированная игра но иногда лаги вот такие бывают я думаю может быть это даже проблема не игры а моего планшета я на нем играю и параллельно записываю прохождение миссия очередная пройдена 126 вперед нам нужно сопроводить разведчика с ценными данными даю гадаю он безоружен а самолет едва летит кто мы по твоему вердийцы он вооружен до зубов проблема в том что у него большая компания его сопровождают на нет не сопровождают его скорее всего преследует и нам нужно его защитить он при этом будет о мне такое нравится сопровождение он летит сам сам всех убивает нормально если бы все были такие сопровождения то было бы очень легко проходить эти миссии и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...